Вирус меня дома не застанет. Мы в дороге, мы в пути. Предупреждаю, наш ответ к коронавирусу будет в конце видео. Такое путешествие пенсионеры себе позволить вполне могут. Выехали из Суздаля в районный центр Ивановской области. Гаврилов посад. Нам ехать где-то 24 километра. Значит, туда-обратно 50 километров. У нас Ниссан Альмера. Средний расход бензина где-то 7 литров на 100 километров. Значит, при стоимости бензина сегодня во Владимирской области около 43 рублей за литр. Ну, в общем, у нас рублей 150 получается на поездку. О, а церковь-то более-менее. Смотри. Остановили. Трясет, как в вертолете. Пробую показать дорогу. С заплатками. Погода, конечно, сегодня, которая не украшает. Вот такие дороги России. Не в телевизоре, а в реальности. Эх, дороги, пыльно, туман, холода, тревоги. У нас дождь. Да. Сырой бурьян. С той стороны моется. Пачка. А вот это уже новая дорога, новый асфальт. Даже поменьше трясет. Иванская область. Гаврилов Посад городок небольшой. Он никогда и не был большим. Зато история у него очень интересная. Ну, вот о прогулке по городу и знакомствах с его жителями. А завод-то вас как? Расскажу вам в следующем видео. А то слишком долго получится. А здесь давайте расскажу, как мы посетили Гаврилов Посадский конезавод. Вернее, то, что теперь оказалось на месте этого знаменитого когда-то завода. Встречательно. Вот Гаврилов Посадок. Представленный этот конезавод. По не очень подтвержденным письменными источниками данным, еще аж при Иване Грозном была устроена Гавриловская дворцовая конюшня. А вот данные о том, что лошадей из этого завода на протяжении нескольких столетий поставляли к русскому царскому двору вполне подтвержденные. И разводили здесь разные породы лошадей. Бухарские, европейские, ирландские, германские, датские. А в конце XIX века вывели здесь особую породу силачей, которым нет равных в мире. Владимирский тяжеловоз. Официально эта порода была зарегистрирована только в 1946 году. И вывезли владимирские тяжеловозы всю нашу коллективизацию, Великую Отечественную, и восстановление после войны разрушенного хозяйства. Участвовали они в выставках и всесоюзных, и международных. Устанавливали рекорды, становились чемпионами. А в 90-е годы завод сначала акционировали, потом дела пошли на спад, и за долги завод был выставлен на продажу. Вот этот коник. Что написано? Дворцовый завод! Музей! Российских национальных напитков. Да. На конезаводе. Ого! Зато напротив музейно-дегустационный центр. Да. Что-то видится родное. Ай, знакомое. Здравствуйте. Что-то от конезавода вообще осталось? Нет. Можно кратко для YouTube канала тогда? Мы про ваш музей расскажем. Ну, музей основан на базе конного завода, который был построен по приказу Иоанна Грозова в 16 веке. Так. А именно данное сооружение было отреставрировано уже Екатерины II, и оно временно сейчас идет. А это частный музей, я так понимаю, да? Это исторически как-то связано? Ну, тут я, насколько знаю историю, то есть кони были, напитков не было. Нет, ну как это? Здесь он был закрыт более чем на 10 лет, и здесь квартировали гусарки. Палки гусарские. А, водка! Да. Как бы это привязка именно к тому, что гусарки, они любители. А вы сами где живете? В Гавпосаде? И вот у вас рабочие места здесь много получилось в связи с открытием вашего? Пока нет, потому что все в реконструкции. Все еще готовят, да? А вообще... Малая часть открыта. А? Только малая часть открыта. А что здесь планируется, кроме музея? Ну, вот в том крыле сейчас делают гостиницу. Так. Вот. Будет конюшка небольшая, своя там с тяжеловозом. То крыло сейчас, вот, три больших зала-музея, больше двух тысяч экспонатов. Потом... А музей... Музей... В направлении как раз такие Владимирского тяжеловоза, гусарский полк и непосредственно напитки. Ну что ж, давайте заглянем в единственный в мире музей российских национальных напитков. Именно так позиционируют его в рекламных буклетиках. Здесь можно познакомиться с различными видами традиционных российских напитков. Хмельных и нехмельных. И, конечно же, вы узнаете, что все они лечебные. Здесь вам расскажут о различных способах приготовления этих напитков. И вы увидите разнообразную посуду, предназначенную для хранения этих напитков. Здесь же можно познакомиться и со специальной литературой. Ну, например, скажем, вот такая книга, которая была выпущена в начале 20 века, «Что лучше всего пить народу на Руси». Стоимость билета в этот музей – 300 рублей. Недёшево, конечно. Но вот тут нам помог Ютуб. Как блогера меня без билета пустили, а заодно и сына с мужем тоже. Вот так. Благодарность пишу. Хороший музей. Когда уже работали над этим видео, заглянули на ФБ-страничку музея «Дворцовый завод». И... Вот он наш коронный ответ коронавирусу. Накося, выкуси!